Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я покажу вам заготовки под монеты 10 копеек и юбилейные 2,5 гривен из моей коллекции. А также сим Загрева покажет две монеты из его коллекции 50 копеек на заготовки DS10 и 2 копейки на совсем сторонней заготовки. Все показанные им монеты чеканили на монетном дворе Луганском станкостроительном заводе официальными штемпелями. И эти монеты оцениваются более чем 10 тысяч гривен. Если интересно, продолжайте смотреть. А еще в этом видео будет розыгрыш 100 гривен от партнера выпуска аукциона Виолити. Это место, где можно выгодно продать или купить монеты или антиквариат в вашу коллекцию. Условия конкурса будут в конце видео. Ссылки на аукцион и на канал в описании. Ну что, поехали! 10 копеечные монетки. Заготовка. 50 копеек на заготовки из 10 копеек. Довольно интересная заказная монета. 50 копеек на кружке 10 копеек. А как это могло произойти? Ех же нужно как-то закрепить. Ну это подсунули не тот кружок специально для того, чтобы сделать такой баг. То есть это не могло быть случайно. Гладкий гурт, получается. А как понять, что это оригинальный? Что это не там... Штемпель там оригинальный. То есть это Луганский патронный завод. Это оригинальный штемпель. И опять же стандартный 10 копеечный кружок. И сейчас вряд ли такое произойдет, потому что очень большая секрета. Сейчас такого не может произойти, потому что Киевский монетный двор работает как нормальный монетный двор, а не как патронный завод, который как-то было в Луганске. Хотя там все-таки было, что у них секретность, но эти метизы были названия для этих монет. Технически достать заготовки можно для любой монеты. Единственное, что обиходная мелочь немножко дороже ценится, чем юбилейные заготовки. Сейчас вот я вам показываю заготовку под монету номиналом 5 гривен. Нельзя первая заготовка. Чискать не помню, за сколько она досталась, но не очень дорого. Дороже всего, конечно, ценятся заготовки под 50 копеек, 25 копеек, 1 гривну, которые сейчас реально можно достать и бывает их выносят, либо они каким-то образом покидают территорию банкнотно-монетного двора Украины. Возможно, есть такая теория, что как-то в роллах их выносят, пакуют, либо случайным образом бракуются. Но думаю, технически это реально сделать. И вот вторая заготовка, это под монету 2 гривны. Я вот сейчас показываю вам визуально, что вы можете увидеть, как заготовка выглядит. Довольно прикольно. Чискать, я решил себе в коллекции данные 2 заготовки отложить. Также у меня есть 10 копеек. А 25,50 и 1 гривны пока нет. Так что, если у кого есть возможность, или вы работаете в местах, где можно такое раздобыть, пожалуйста, пишите. Я с радостью сделаю обзор на эту тему. А сейчас еще посмотрим интересную монету 2 копейки. Ну и вот это такой более интересный брак. То есть на кружке непонятно от чего. Тут кружок большего размера, чем должно быть 2 копейки. Кружок большего размера? То есть вот это случайно, если двойной удар, это случайный брак, вот этот случайным быть не может. Специально подсунули не тот кружок. Луганские монеты есть, ударенные на советских серебряных. На полтиннике есть и так далее. Как понять, что это реально сделал Луганский патронзавод? Не, ну это видно по штемпелю, что это видно. То есть взять лупу и посмотри. Там сопряжение изображений с полем, оно всегда разное. Конкурс заключается в том, что вам нужно угадать, за какую стоимость будет продан вот этот данный лот. Ссылочка на него будет в описании. Довольно интересный лот. Много монет 1 гривна 96-го года. Напишите в комментариях до 24-го числа, до 8-ми вечера, будут приниматься ответы. Как вы думаете, по какой цене будет продан этот лот? И тот участник, который будет максимально близко и самый первый ответит на вопрос, получит 100 гривен на счет Виолити, на покупки, либо на размещение ваших лотов. Ну что ж, если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк и жду ваших комментариев. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok